Глава района Роман Сенеговский провел рабочую встречу с начальником управления социальной защиты населения Мариной Соломатиной. Основной темой стало обсуждение работы управления по оказанию мер социальной поддержки жителям района в 2013 году, а также планов работы на 2014. Продолжение темы в следующем материале. Социальная защита населения – это одно из основных направлений государственной политики. Сегодня много делается в Краснодарском крае и, соответственно, в Славянском районе в этом направлении, потому что в Славянском районе проживает много пенсионеров, много ветеранов, детей-инвалидов, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Я знаю, что есть много программ, и вы много делаете в этом направлении. Немного было сделано в 2013 году, и мне хотелось бы узнать, что конкретно мы сделали, чего добились в 2013 году, и какие перспективы и планы у нас на 2014 год. Марина Соломатина доложила, что за прошедший год управлением из средств краевого бюджета произведены выплаты 35 тысячам славянцев на сумму 450 миллионов рублей. Выплаты получили жители социальных категорий, право которых на помощь государства определено законодательством. В их числе одинокие родители, дети-инвалиды, многодетные семьи, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, ветераны труда, получатели субсидий на ЖКУ и другие категории граждан. Руководитель управления соцзащиты отметила, что ежедневно к их специалистам обращается около 300 человек. Всего же за прошлый год обратились около 39 тысяч жителей района. Люди приходят с разными вопросами. О назначении выплат, об оформлении субсидий, о санаторно-курортном лечении детей-инвалидов, опеке над недееспособными родственниками, об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и другими. Решением многих из них специалисты управления занимаются совместно со службами районной администрации. Так, в работе по выявлению семей, имеющих право на получение субсидий, управлению всегда помогают главы поселений, проводят с жителями разъяснительную работу. Марина, на сходах, часто бываю, езжу по району, люди задают вопрос о субсидиях, которые сегодня платятся вашей службой. Что изменилось в этом году начисление субсидий? В этом году у нас, 1 января 2014 года, решением Краевой энергетической комиссии приняты новые нормативы потребления коммунальных услуг. Это прежде всего по горячему и холодному водоснабжению. В связи с этим произошло небольшое уменьшение нормативов. Поэтому люди задают вопросы, почему я получил субсидию меньше или получил я выплату свою социальную меньше. Мы объясняем, что раз уменьшились нормативы, а нормативы – это одна из составляющих для расчета субсидий, значит вы и на эту сумму получили немного меньше субсидий. В результате доля семей, получавших субсидии на жилищно-коммунальные услуги, в прошлом году составила почти 15%, при среднекраевом показателе 4%. Субсидии получают более 5,5 тысяч семей, в которых проживает порядка 11 тысяч человек. Средний размер субсидий составляет 1700 рублей. Ощутимая помощь для семейного бюджета. Марина Соломатина отметила, что краевой властью большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, создание комфортных условий для проживания пожилых граждан в домах-интернатах и реабилитационных центрах для воспитанников школы-интерната. В 2013 году по краевой программе соцучреждениям района было выделено порядка 12 миллионов рублей. На эти средства выполнены ремонтные работы в пищеблоке Центра «Надежда», в зданиях школы-интерната и Центре социального обслуживания «Дом». В связи с ЧАЭС наши учреждения сейчас работали все стабильно. Дом-интернат работает стабильно. Наш Центр социального обслуживания «Дом» выехал на период ЧАЭС. Сегодня мы его возвращаем назад, потому что в Бараниковском все там организована стабильная подача. В связи с Гололюбом вчера мы его не вывозили назад. В Крымске, которые уехали. Школа-интернат работает стабильно и Центр «Надежда» мы практически закончили реконструировать, открываем его 1 февраля. Подводя итог рабочей встречи, Роман Сенеговский подчеркнул, что социальная защита граждан – это приоритет в работе власти и в дальнейшем также необходимо обеспечивать выполнение всего комплекса мер социальной поддержки жителей района. Глава отметил, что сегодня в условиях ЧАЭС особое внимание уделяется состоянию социальных учреждений. В них обеспечена бесперебойная подача тепла, воды и электроэнергии.